Это «Довичи» и мы продолжаем. Если болеть, то только в спортбарах. Чемпионат мира по футболу дал повод болельщикам задуматься, почему в нашем городе не организована фан-зон. Какими их видят любители спорта и почему в Кирове нет таких мест, расскажет Наталья Бакерина. Собраться вместе, поболеть, порадоваться за сборную под открытым небом. Кировчанка Дарья Жолобова одна из тех, кто хочет, чтобы в Кирове открыли фан-зону. Сам проектор, какой-то телевизор, значит, где можно было смотреть. В любом случае, значит, озвучка, то есть, ну там, я не знаю, пару колонок. Ну и поставил какие-нибудь будки, я не знаю, с этими морожеными, с водой. Можно на театральной площади. Там, в принципе, уже все есть. Там только трансляцию включил, народ в любом случае будет приходить. Сквер имени Степана Халтурина тоже подходящее место, говорит болельщик Константин Ларин. Здесь есть и место для проектора, и фанаты никому не помешают. Вот только организовать подобные мероприятия будет сложно. Это нужны либо волонтеры, либо привлекать правоохранительные органы, что в нашей стране возможно только на каких-то больших митингах оппозиции. Для болельщиков есть альтернатива – спортбары и кафе, где проходят трансляции матчей. Правда, мест хватает не всем, плюс бесплатно сходить ни в одно из заведений не получится. Большинство наверняка сидят дома у телевизора, там собираются какими-то компашками своими, друзьями, родственниками и так далее, смотрят у экранов телевизора в домашней обстановке. Это тоже неплохо. Главное – поддержка сборной, а все остальное – это уже, как говорится, дело второе. Фан-зоны в Кирове, по крайней мере, сейчас быть не может, говорят в пресс-службе администрации города. Правила по организации фан-зон прописаны ФИФАМ. В них говорится, что официальные фан-зоны должны быть открыты в городах проведением матча чемпионата мира. Это 11 городов, в числе которых нет Кирова. Открыть официальную фан-зону без разрешения ФИФАМ мы не имеем права. Кроме того, по правилам ФИФА есть особые требования по использованию символики чемпионата, бронзированию официальных фан-зон, организации трансляции и безопасности. Если Киров станет площадкой для крупного спортивного события в масштабах, например, страны, не исключено, что фан-зона все-таки появится.